Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии, ставит лайки. Продолжает Севка объяснять мамке, что Земля имеет форму чемодана и что Яся ей никак не подруга и нечего к ней таскаться, но та уперлась рогом и ничего не хочет слышать. Хоть бы Зина научила ее что ли уму-разуму. Надю она, конечно, слушать не будет. Надя для нее вообще враг номер один. Хотя к Зине тоже она прислушиваться не будет. Одна надежда на Ирочку. Может быть, та позвонит и популярна на пальцах, объяснит всю абсурдность такого визита. Это не родственница, это чужая женщина, которую она еще неделю назад даже знать не знала, нюхом не нюхала. Сегодня она собирается к ней ехать на несколько дней. Русалка сцикливая. Ну, как она поедет туда и будет там вот подсекать, ну, как судак с замороженными глазами. Значит, находясь в своей квартире с Надей, которая тоже женщина и, в принципе, по возрасту-то они, ну, не такая уж великая разница по сравнению-то с Ясей. И она говорила, ты понимаешь, Надя, что я тебя стесняюсь? Мне неудобно. А поехать к чужому человеку удобно. Кстати, у Яси туалет, ну, мне очень интересно посмотреть, как баба Таня будет его использовать. Там просто за шторкой. Вот в коридорчике Яся поставила в ванну, поставила туалет и сделала задергушечку. Все. Никакой отдельной комнаты даже близко нет. Вот она, дверь на улицу. Вот оно, типа, вообще чуть ли не крыльца. И тут же стоит ванна и туалет. И баба Таня будет туда ходить на глазах у изумленной публики в лице Ясиных детей? Черт и что! Ведь Севка это все видел. Почему она сейчас матери не рассказывает? Что, мама, там невозможно, там условий для тебя нет никаких. Какая выгонка туда тащится? Для чего? И как она собирается ночевать у Яси? Как-то у них был разговор с Самвелом, и Севка сказал, я не могу спать в чужом доме, мне нужна моя удобная, красивая кроватка. Кстати, после того, как на Севку пожаловались соседи, теперь у Сайгака уже вторую ночь подряд ночует Коля. А Севка проводит у себя в квартире. Может быть, конечно, они ждут, чтобы страсти улеглись. Я так думаю, что Коленьке очень не нравится жить на этой съемной квартире. Она такая некрасивая. То ли дело у Севки. Совсем другое дело. Ой, Севка вчера налакался в Зюзю. Такой был пьяненький, плакал постоянно. Знаете, из-за чего? Из-за того, что чужие люди присылают ему подарки. Значит, его любят. Это все так трогательно. Прям его трогала и трогала. В общем, когда Севка однажды мамке сказал, что ночевать нужно ему, и вот лично ему обязательно дома, баба Таня сказала, этим ты пошел в меня. Я тоже не могу ночевать в чужих домах. Это после того, как они ездили к Родику на день рождения, баба Таня растянулась там просто на лавке и спала без задних ног. А теперь она собирается на несколько дней к Яси. Вот человек, который действительно привык и любит спать только в своей постели, вот так вот запросто, без особой необходимости, ни за что не поедет с ночевкой в чужой дом. Севка говорит, мама, Яси 30 лет, ты куда тулишься? Так она такую рожу ехидную скривила. Когда Надя общается с Самвелом, баба Таня тут же возмущается. Говорит, Надя должна общаться со своими ровесниками. Нечего тулиться к молодым. Так между Надей и Самвелом разница в Гага гораздо меньше, чем между бабкой и Ясей. Дуру гонит, будто не понимает, куда Севка клонит. Я только посмотреть, куда она собралась смотреть своими незрячими глазами. Или уже прозрела. На что она будет смотреть? Зачем смотреть, как живет чужая женщина? Она у внучек своих уже сто лет не была. Она не хочет поехать посмотреть, как живет Карина или Диана. Обязательно надо прицепиться к Ясе. Курочка она хочет посмотреть, уточек. Да, от одного упоминания о селе, ее и без того кривая рожа всегда кривилась еще сильнее. А теперь вдруг ее резко потянуло на природу. Потянуло к уточкам. Прожила 60 лет в селе и не знает, что уточки, которые шипят, называются шипунами. А это потому, что никогда хозяйство она не держала. Пока были живы родители, они держали. А как только они оба умерли, бабка же тут же все хозяйство распродала. Да и мужик от нее тут же слинял. В общем, визит к Ясе откладывать в долгий ящик в обитании никак нельзя. В начале июня ей надо снова идти на КТ. Севке уже так надоело таскаться с мамашей. Говорит, все эти обследования раз в полгода. Это так обременительно. Он постоянно ноет, что устал ухаживать за мамой. Дни, когда он ухаживал за мамой, можно пересчитать по пальцам. Вот после операции, когда ужил у нее, вот тогда пришлось ухаживать и то относительно. А сейчас придет к ней, роликов наснимает и все, устал ухаживать. Ну, когда-никогда отвезет в больницу. А в основном он ее возит то на игре, ну или приезжает к ней только исключительно для того, чтобы снять видео. Никаким уходом там не пахнет. Теперь, что касается дня рождения Нади. Баба Таня молчит, не признается. Пригласила она Надю отмечать этот день рождения у нее или Надя напросилась сама. В общем, понятно. Если бы Надя напросилась, баба Таня бы сейчас об этом и сказала. А что я могла? Вот она просила, меня просила и я уступила. А тут какая тебе разница? Я ее пригласила или она по собственной инициативе едет? Да, конечно, Надя по собственной инициативе никогда не рванет. Баба Таня уже четко сказала. Вот пока я не разрешу, ноги твоей не будет. Ну, вот, значит, бабка сама дала на это все добро. Оголодала. Оголодала она без Надяных харчей. Хоть она и хвалилась, что без Нади с голоду не умирала, но все-таки надоело жрать фигню всякую. Хочется поесть нормально. А сделать это она может только, когда приезжает кто? Наденька. Уже перечисляет, что Надя будет готовить и облизывается. Она уже мысленно переваривает все эти голубцы, котлеты, отбивные, холодец. Ну, такая же ням-нямка вкусная. Убежал Севка на работу, вернулся. Опа. Мамка в коридоре. Только что вернулась из магазина. Снова на платье натянула футболку. Шупик стайл. Дмитровская законодательница моды. Купила себе молочной колбаски. На вопрос сына, можно ли ей такое есть, баба Таня, ну, как ей свойственно, начала нести всякую пургу. Вот до чего она ловко умеет петлять, прям как заяц по первому снегу следы путает. Ай, знаешь, сыночек, я пропустила обед, а сахар у меня 6,4. Поэтому не ори, сынок, да, что нельзя есть молочную колбаску. Вот когда она ее пожрет, и сахар будет 10, тогда будешь ругаться и говорить, что мне ее нельзя. Схватил Севка пакет, который мама принесла из магазина, и побежал смотреть, что ж конкретно она себе притарабанила. А ничего особенного она и не взяла. В общем, поорать-то было не за что. Зелень, сразу было понятно, по пакету она не взяла. Магазин, в котором зелень продается, находится далеко. И туда баба Таня ходит только в сопровождении с Зиной. А в этот раз она ходила одна. Да и вообще, ей эта зелень, ну ведь нафиг не нужна. Она, может быть, и ту, что Севка покупает, не ест, а большей частью выбрасывает. А он и знать не знает про это. Только и того, что тратит на это деньги. Может, поехать и привезти тебе зелень? Ты еще недельку-другую подумай, поговори об этом. 55 раз задай этот вопрос. Сколько можно про это говорить? Да уже давно собрался бы, поехал и привез. О, говорит, ты уже достала и петуха, и утку, чтоб размораживались. Ну так Надя же приезжает, надо готовить. Как только Севка заговорил про птицу, баба Таня тут же вспомнила копченых гусей Яси. Ах, ну какая же красота, какая вкуснота. Вырастила уточку, отнесла в коптильню, забрала и жуй себе на здоровье. Говорит, отец вот сожителя ее коптил такое мяско. А Танька стабильно, хоть тогда, хоть сейчас, только челюстями работать могла, да? Посмотрела баба Таня на покупки, которые Севка разложил на столе, ну и опять затянула за упокойную. Как все дорого. И опять-таки прокладки эти, особенно, будь они неладные, эти прокладки, в миллионный раз рассказала, как она их использует. Зачем нам рассказывать, если она неоднократно это показывала? Недавно вот рассекала в трусах, поверх которых был надет памперс. Оригинальный способ ношения. Тряпка, прокладка, трусы, потом памперс, кто ее надоумил? Сама дошлепала. Ну вот Ира смотрит видео, хоть бы позвонила мамке и просветила ее, как надо правильно. А то скоро будет трусы надевать, потом памперс, потом снова трусы, снова памперс. Ну так, чтобы, знаете, чтобы надежно было. Опять Севка стал говорить про подолога. Как я уже говорила в первом обзоре, не повезло Наде. Подолог придет именно в тот день, как она приедет. Бабке будет водичку подносить. Если вдруг будет долго сидеть, Надя мне хоть водичку поднесет. А заранее взять бутылку с собой нельзя? Обязательно надо, чтобы кто-то крутился, что-то подносил, что-то уносил. Пусть даже ту же водичку, да? Хай она мне не чухая подольше, чтоб ходить было легче. А то, знаешь, сынок, прям и ходить-то мне уже тяжело. Столько наросло коросты на ней. Надо же! А как она раньше без этого жила? Ни разу сама за ногами не ухаживала. А теперь, гляди-ка, барыни, понравилось. Одна будет чухать, другая воду подносить. Не жизнь, а малина. Снова начала петь песню про то, что как было бы здорово, если бы ее глазки, ушки, лапки, хвостик были здоровыми. Вот тогда действительно можно было называть ее здоровой кобылой. Да шо и говорить, сынок, мои ж года, мое богатство. Их еще прожить надо. Понравилась ей эта мысль Самвела. Она тут же приписала ее себе. Вот сейчас спроси ее, а вы откуда взяли эту глубокую мысль? Она скажет, я сама не глупая, я сама до этого догадалась. Видите, как рассуждаю грамотно. До моих лет еще дожить надо. Ну да, только Севка это ей объяснил. Сама бы она до этого никогда не дошлепала. И тут же ни с того ни с сего переключилась на то, что Коля моложе Самвела на 9 лет. А какая между ними разница во внешности? Сразу видно, что Коля молодой. Мать года. Ири втирала про то, что у нее черные круги под глазами. А это так некрасиво. Севка старый по сравнению с Колей. И только она одна. Красивая девочка. Такую во сне увидишь, испугаешься. Запросто может сниматься в фильмах ужасов без грима. В общем, Севка поговорил про то, что надо привезти мамке зелень. И, наконец-то, и года не прошло, разродился. Ну, пойду, что ли, мама? Нет, поеду. Поеду. Будет он пешком ходить, ножки свои бить. Поеду, мамка, куплю тебе зелени. Ходил долго, выбирал активно. Такую, не такую, вот такую взять. Баба Таня его перед выходом предупредила. Сынок, только не бери, где написано 50%. Ну, то есть, с уценкой не бери. А то такая зелень плесенью воняет. Да он ей никогда со скидкой эту зелень не покупал. Это она постоянно ее экономит и покупает всякую фигню. Он ей уже давно говорил. Мама, ты понимаешь, что эта зелень уже начинает пропадать. Именно поэтому ее и уценят. Не покупай такую. Но ведь ей же деньги, даю тебе достаточно. Неужели вот этих 20 тысяч, которые он ей постоянно дает, буквально по ее первому щелчку, ей не хватает на то, чтобы покупать себе продукты не второй или третьей свежести, а первой. Ну, хватает же. Проходит севка мимо прилавка с авокадо. Пощупал. Вот вы мне спрашиваете, как выбирать авокадо. Вот берете и ищите, чтобы было мягенькое. Оно такое. Не сильно прям мягкое, а вот среднее, мягенькое. А тут, ой, это твердое, это твердое, это твердое. Вот смотрите. И можно играть даже как мячиком. Да? Вот прям брал авокадо, бросал на пол со всей дури и показывал, что это авокадо настолько твердое, что прыгает как мячик. Ну, оно действительно подпрыгивало. Ну, просто сам факт. Потом еще раз, говорит, еще раз посмотрите, кто не видел. Убедитесь второй раз. Авокадо прыгает как мячик. Бросил, да, прыгает. Поднял его с пола, положил в лоток и ушел. Ну, слава богу, хоть на полу не бросил. А то в случае с севкой ведь мог быть и такой расклад. Знаете, тут хочется сказать no comments. Я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Просто слова есть, но как-то хочется выражаться приличнее. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok